Вообще эфир повторяется с марафона, где я была спикером, марафон «Здоровая спина», и там я говорила про здоровые мысли, потому что если у тебя здоровые мысли, значит, у тебя ничего не болит, также наоборот, если ты себя прекрасно чувствуешь, то и мысли плохие в голову не лезут. Но, так как эфир у нас про страхи, да, будем говорить как раз-таки, что лезут постоянно эти плохие мысли, постоянно мы что-то накручиваем в себя, постоянно мы чего-то боимся, страхи наши зачастую беспочвенные, поэтому сегодня правда полезный завтрак, и речь не о ппшном питании, а о ппшных мыслях, так скажем. Вот. Я не повторяюсь, я говорю тезисно, и очень важно отмотать назад и прослушать вот эту всю цепочку. И очень важно не просто прослушать, как я говорю, а делать что-то, что-то хотя бы. Не нужно там, да, всё сразу, это очень сложно применять в жизни. Сейчас такая мода пошла, да, реально все учатся, учатся, это правильно, это очень полезная мода, да. Но очень важно не забывать что-то делать из этого потом, хотя бы одно, взять и прям попробовать на практике. У меня вот игра «Привет, Вселенная» сейчас идёт, новогодний выпуск, просто я вот чувствую уже заряд от участников. Мы как раз перед Новым годом формулируем своё желание, всё прорабатываем, да, те, кто новенький, просто скажу, что там шесть пунктов таких, которые мы проходим, в WhatsApp игра проходит. И как раз мы вот с этими положительными мыслями идём в Новый год, загадываем желания, всё очень… Почему игра? Потому что это всё лёгкое, да, такое… Я играю, вот девушка пишет, да. То есть начинаем. 29-го, это уже, по-моему, через 9 дней, да, скоро начнём, не терпится самой. Вот, но я выхожу в прямые эфиры и что-то вот так вот выборочно говорю, да. Там в игре просто всё собрано, всё, что нужно сделать. Вот, поэтому давайте. Собрались, три минутки на вход друг другу дали, спасибо. Сегодня эфир про страхи. Сегодня эфир про здоровые мысли. Это и означает, да, если мы избавляемся от страхов, мысли наши здоровые, а если так, то мы притягиваем то, что хотим, а не то, чего не хотим. И если мы желаем деньги и в это время говорим, что хотим избавиться там от долгов, то мы говорим про долги и долги притягиваем. Что думаем, то и притягиваем в нашу жизнь. Это реально так работает. Я сейчас на этом не буду останавливаться. Это опять же всё в игре, да, я рассказываю. Сосредоточимся на страхах. Есть реальные способы. Я делюсь своими методами, которые работают. Я делюсь методами, которые проверены на моих близких и родных. Мы же это всё обсуждаем за столом, да, за завтраком. Встречаемся на праздниках. И вот всё это обсуждаем. Делимся друг с другом. Поэтому я делаю такие выводы. Я недавно с вами. Привет всем, кто недавно со мной. Очень рады знакомству. Будем дружить и вместе материализовать свои мысли. И делать так, чтобы наша жизнь стала ещё и ещё лучше. Ну, давайте. Страхи, страхи, страхи. Есть объективные, есть необъективные. Я тоже сама это придумала для себя, да, такую схему нарисовала. Ну, смотрите, объективный. Когда ты стоишь, допустим, на краю пропасти, да, там обрыв какой-то. И ты думаешь, блин, можно упасть. Это страх? Это, конечно, страх. И он объективный. Здесь просто полезно включить мозг. Вообще мозги очень полезно включать. Иногда. Ты просто понимаешь, что нужно сделать. Нужно отойти подальше, да, там, и так далее. Прыгаешь ты с тарзанки. Тоже думаешь, вдруг трос оборвётся. Ну, тоже объективный страх. Это нормальный страх, как бы инстинкт самосохранения, вообще-то, никто не отменял. Ты тоже что делаешь? Включаешь мозг и понимаешь, где я. Где-то в лесу, где аборигены какие-то построили, да, эту тарзанку. Или это профессиональное оборудование. Уже 25 лет этому аттракциону, да, и ты посмотрел, всё, трос и всё. Ну, и то там страх может остаться. Здесь уже ты просто принимаешь решение. Но если оборудование проверено, да, то специалисты, то можно и не бояться, да. Но здесь от каждого зависит. То есть объективный страх. Ты реально видишь опасности. А есть вот просто необъективный. Это любой наш страх, который приходит практически каждый день к нам. Допустим, я боюсь, что я подойду к парню, познакомлюсь, и вообще это неправильно, да, ты начинаешь накручивать себя, а вот он мне откажет, или что-то обо мне подумает. И уже трёхэтажные страхи там себе построили. Тоже. Это вообще абсолютно необъективные страхи. Это реально то, что у нас в голове. Вот как раз что сделать с такими? Когда мы боимся выступать публично, когда мы боимся пройти собеседование, когда мы, понятно, готовимся к экзамену, но тоже боимся. Но здесь чётко ты тоже должен понимать. Готов ты сдашь, но не готов, ну, не знаю, верь в удачу, что тебе попадётся именно тот билет, который ты там знаешь, да. То есть вот так. Готовиться тоже никто не отменял. И я, кстати, человек действия. Я не говорю про волшебство, и в игре «Привет вселенная» тоже не про волшебство. Мы не садимся в кругу, не зажигаем там свечи, не говорим. Пусть всё исполнится. Всё чётко, всё понятно, всё объективно. И очень много действий в игре именно я даю, да. Но с позитивным настроем, потому что это фундамент. Поэтому выписала себе письмо, в директ мне прислала девушка. Вот про страхи как раз. «Бойся своих желаний», она пишет. И вот, видимо, такой заголовок её письма. Вот изначально формулировка уже сразу неправильная. Я уже примерно понимаю, да, что в этом письме будет. «Бойся своих желаний». Как можно бояться своих желаний? Ты желаешь новую машину, ты желаешь дом моря, отпуск, квартира, новый дом какой-то, любовь свою всей жизни желаешь, да. Вот тебе как можно бояться таких желаний? Конечно же, если у тебя желания на подсознании не совсем такие, да, то, конечно, бойся. И вот как раз девушка пишет дальше, и вот таких желаний, да, можно бояться. Вот видите, насколько всё складывается? Вот она, я просто из головы у неё это достала, да, то есть «Бойся своих желаний». «Боюсь загадывать, думаю, если загадаю квартиру, умрут родители». «Должность, если какую-то загадаю, того, кто умрёт от чего-то». То есть она видит только вариант, что должность она может получить только, если из коллег кто-то умрёт. Ну что, это что в голове? Дальше читаю. «Хочу избавиться от страха». Очень хорошо. «У меня уже несколько лет невроз». Ну, конечно. Конечно, невроз. Тут не только невроз может случиться после таких мыслей. Как можно желать себе квартиру и думать, что кто-то умрёт? Как можно желать себе должность и думать, что кто-то умрёт? «Хочу избавиться от страха». Я позже расскажу совсем уже очень скоро про методы, да, и избавление от этого всего, тоже, которое я на себе применяю. Мне тоже хочется жить свободно, легко и притягивать всё, что я хочу в свою жизнь. Но пока получается, слава Богу. Не пока, а получается всегда. У меня такой настрой. Я даже искренне всегда говорю, мне всегда везёт. Просто иду с этим по жизни и везёт всегда. И продолжаю это говорить. Хоть на всю страну, хоть на Инстаграм, хоть на всё. Понимаете, успех ваш зависит только от вас, ни от кого. Сказали вы, не сказали, ничего не поменяется. Поэтому это вот к тому, что стоит ли счастье любить тишину, там рассказывать кому-то. Ну вот смотрите, как для Вселенной, да, там, так скажем, не имеет значения. Желай квартиру, и ты её получишь. И не нужно думать, что кто-то умрёт, либо ты её купишь, либо ты найдёшь новую работу, заработаешь на неё, либо ты её выиграешь в лотереи, либо ещё кто-то. Я привожу пример очень часто. Но он очень яркий, я не могу его не привести, тем более очень много людей, которые только впервые, да, пришли сюда. Как получила квартиру моя мама? Я ещё жила с ней. Я прошу прощения, что я постоянно кашляю. Я предупреждала вначале, что я немножко горло без шапки, что ли, вышла, приболела. Поэтому я уже выздоравливаю. Вот. И пример про маму, когда она получила квартиру. Я ещё жила с ней, и мы хотели побольше квартиру переехать. Всё нас устраивало, и район устраивал, и всё. Вот опять же в мыслях был тот же район, всё, но чуть-чуть побольше. На прогулке к маме подходит её сосед, гулял с собакой, и говорит, слушай, у них тебе такое предложение, я тут расширяюсь. А он действительно на всём этаже, на втором, купил в ту сторону, да, в подъезды, квартиру у всех выкупил. Но мамину, через стенку он, сосед её, да, квартиру, он не выкупил. Но вот решил, видимо, весь этаж занять в этом доме. Ну, у каждого свои желания. И он говорит, извини, пожалуйста, вот такое предложение, мне вот не хватает, как раз вот этой площади, там, для десятой спальни. Можно тебе предложить переехать в квартиру напротив, на твоей железничной площадке, в этом же доме. Особо я там тебя, ну да, так, извини, конечно, ну, надеюсь, не смещу. Но вот туда, а та больше квартира. Ну, а мама понимает это, что она дороже. И он тут же продолжает говорить о том, что я понимаю, что я приношу тебе неудобства, тут как снег на голову свалился, поэтому я все эти документы решу, ты приезжаешь туда без доплат, а я забираю твою квартиру. Ну, конечно же, она согласилась. Вы понимаете? То есть человек тоже желал квартиру, просто желал. Вместе этого желали, да, когда я ещё жила с ней. Ну, мы же не могли себе придумать, так, хочу квартиру, пусть ко мне подойдёт сосед и предложит, просто денег добавит, сам переедет в мою. Но такое даже не придумаешь. Ну, реально. Поэтому просто желайте искренне. Просто искренне. Просто понимаете, что вот так вот и вот во благо, да, всем, ну, можно там добавлять, чтобы вот во благо всем, и чтобы у меня это было. Мне не важно, как это ко мне придёт, главное, чтобы всем во благо, и мне это досталось. Тогда этот способ придёт. И наблюдайте, смотрите, и так далее. Но возвращаемся. И так желания все исполняются, абсолютно все. Вот даже вспомните то, что пришло совсем внезапно. Вспомните человека, да, которого вот вообще не думал, не гадал, этот пришёл, сказал, и вот я уже сижу на новой работе. Ну, вот бывает такое у каждого, ну, правда. Поэтому просто вспомните про это. Так работает закон притяжения. Об этом я рассказываю в игре «Привет вселенной». Всё это мы дело по полочкам раскладываем. Возвращаемся к нашим страхам, к нашему письму. Вот, теперь уже понимаете, да, девушка писала. Бойте своих желаний, боюсь загадывать квартиру, думаю, что умрут те, должность, боюсь загадывать, что умрут коллеги, и только тогда мне это достанется должность. Хочу избавиться от невроза. Избавляйтесь от страха, и на самом деле избавитесь не только от невроза, а получите ещё всё, что хотите. Иногда человеку мешает реально только страх. Бывают заморочки ещё какие-то, лентяй он, или там ещё что-то некоммуникабельное. А иногда оно всё при нём, только вот эти тупые страхи отстраняют его от истинного желания. Вот реально тупые страхи, но всё понимаю, сама иногда тоже переживаю. Проработала для себя методы, поэтому делюсь с вами, возможно, вам помогут. Тоже в игре рассказываю там про много страхов, да, и они выбирают, знаете, какой, давайте вот с этого начнём. Самый любимый метод участников игры на этапе, где мы со страхами работаем, это метод «Обратная сторона». Я тоже сама его придумала для себя, как-то так вывела. Это самый любимый способ участников игры. Обратная сторона. Допустим, когда мы чего-то боимся. Ну вот я уже приводила пример про собеседование, да. Ой, боюсь, блин, вдруг не возьмут, а работа всей мечты. Как же сделать, как же не обмануться, да, как же вот сделать, чтобы понравиться. Боишься, боишься, и ты приходишь в таком состоянии. Конечно, ты облажаешься там, потому что вот это всё тебе мешает. Что сделать? Нужно в этот момент обратную сторону включить и подумать о том, что будет, если у меня получится. Это же уже на работу выходить в понедельник. Я за новым платьем пойду. А какое кресло у меня будет? Ой, интересно, какие у меня коллеги по работе будут? Я вот видел девушку, да, если это мужчина. Вот пусть она будет моей коллегой вот рядышком, да. Вот она такая приятная, вся симпатичная. Либо, если девушке мачо такой зашёл, может быть, он будет рядом со мной сидеть, за одним столом. И вы понимаете в этот момент, что происходит. Вы прекрасно понимаете, что происходит в этот момент. Страх уходит. Хорошее настроение появляется. Свободу, да, вы чувствуете. И самый важный момент, это такой дабл. Двух зайцев убить. Вы извлекаете правильные мысли и получаете это. И если вы в таком состоянии придёте на собеседование, оно явно пройдёт лучше, чем бы если вы пришли вот так вот. Вот так вот и думали сразу про провал. Вот это способ обратная сторона. Поэтому запомните его, да. И применяйте, пробуйте самое главное. Пробуйте, пробуйте, пробуйте. Делайте, делайте. Вот, кстати, второй способ, как раз я называю, делайте. Действия помогут, однозначно. Например, страх, боюсь на мопеде ездить. Если это Таиланд, да, путешествия, да. Это очень удобно. Это сокращает время, допустим. Вы не берёте машину, не тратите там на тук-туке эти такси деньги, а берёте мопед и едете. Но вы думаете, ой, а вдруг полиция, ой, а вдруг я попаду в аварию. Опять же, да, негативные мысли. Ой, а вдруг тут движение такое, я не справлюсь. И боитесь. Да, можно этот страх отнести к объективному, о чём я говорила в начале эфира. Но, тем не менее, это тот страх, который можно побороть. И это тот как раз момент, когда можно приручить свой страх. Что происходит, если вы не берёте всё-таки мопед? Если вы боялись, что с вами что-то случится, вы там разобьётесь или так далее, да, и так далее. Мозг ваш понимает, когда вы отказываетесь всё-таки от мопеда, мозг ваш понимает, я спас. Я спас человека, да, ну, меня, да, спас, спас Лилю. Всё хорошо. В следующий раз, когда я захочу сесть на мопед, я ещё больше буду бояться, потому что мой мозг принял, что он меня спас. Конечно, это происходит на подсознании, да, и я этот мопед ещё больше точно с полной уверенностью не возьму. Но это просто мопед. А бывают действия, бывают наши желания, стремления, когда мы хотим начать своё дело, когда мы хотим открыть Инстаграм, там, новую страницу, когда мы вообще не знаем, чем хотим заниматься и боимся, боимся, боимся. И когда мы отказываемся от этого, происходит то же самое. Я вот, ну, вот так как-то это я понимаю. Вот лично я, опять же, да, делюсь своим опытом. Если вы в этом что-то видите и у вас ёкнуло, значит, это отклик. А когда слышите отклик, значит, это имеет место быть. Значит, над этим нужно задуматься. Вот. Поэтому, когда вы вот чего-то боитесь такого, важно какое-то действие сделать, да. Вот этот второй способ, про который я рассказываю сейчас, это действие. Поэтому действие может быть даже небольшое, но оно должно быть. Что делать с мопедом? Просто подойдите к нему, сядьте на него, не заводите, да. Вы ещё пока не решили, поедете вы или нет. Вы ещё пока боитесь. Просто сели на этот мопед. И вот это тоже действие к страху. Мозг уже расслабляется, он уже меняется и так далее. Вы уже второй раз, второе действие, которое можно подключить к этому. Проехать вот просто, вот вы на стоянке, да, на аренде вот этого вот мопеда, да. И вы говорите, можно я чуть-чуть прокачусь, да. И вы чуть-чуть почувствовали, погазовали там, посмотрели. И вроде как два метра проехали. Всё, вот это уже, то есть каждое действие небольшое, дробное. Можно подключать к этому действию, и уже мозг не будет срабатывать что-то. Ну, уже проще. Вы понимаете, о чём я говорю, я чувствую вас всегда. Я прям вижу, что все вы поняли, каждый. Поэтому действия помогают. И вот знаете, тоже важно понимать, прошу прощения, что у вас неограниченное количество попыток побороть свой страх. Неограниченное количество попыток. Сколько угодно это можно делать. И значит это, что с каждым разом ваш страх будет слабее. С каждым разом ваш страх будет слабее. И потом вы даже не поймёте, вот эта граница стирается, когда вы уже избавились от него. И вы уже на просторах, на дорогах Таиланда уже рассекаете на мопеде. Здесь уже важно скоростной режим соблюдать и так далее. Вот здесь уже нужно включить мозг, соблюдать правила дорожного движения, ездить аккуратненько, медленно, если ты уже решился, да. И всё. Также, когда вы открываете там бизнес, да, и вот все примеры, которые я приводила, тоже потихонечку. Никто же не говорит, сразу 5 миллиардов берёшь кредит, вбухиваешь всё, с головой ныряешь. Хотя тоже иногда полезно. Ты приобретаешь такой невероятный опыт, что, скорее всего, либо у тебя всё получается, потому что ты просто смелый такой, да. Ну, либо ты шишек набил, и второй получится точно. Вот, поэтому ещё один способ, третий. Я всего дам три способа. Понятно, что в игре «Привет вселенная» и в продолжении игры мы там всё это подробно рассказываем, но там у нас 14 дней вообще-то эта игра идёт. Ну, марафон кто-то называет, да, в WhatsApp. Там за 14 дней, ну, понятно, что эфир всего час у нас, лимит, да, по Инстаграму. Поэтому всего три расскажу мне тогда, но они эффективные, и важно их пробовать. Важно найти... Я сам контролирую свой разум. Эфир сохраню. Обязательно. Я всегда сохраняю эфиры. Готова была бы сохранить, знаете, чтобы они вот прям вечно были в Инстаграме. Я сам контролирую свой разум. Вы сами даёте развитие всему. Любой ситуации, которая приходит к вам в... Вернуть, да? Нет, чтобы сказать... Я чувствую, скоро прям вот разбогатею. Вот прям вот... Вот что-то сейчас вот случится, вообще что делать? Я не знаю, куда деньги складывать? Да, или... Ой, а хватит ли мне времени там 12 стран посетить в этом году? 12 раз съездить в отпуск с семью или нет? Ну, зачастую у нас не бывает. У нас наоборот. Интересно, получится у меня в этом году вообще съездить в отпуск? Уже 8 лет никуда не ездил. Вы сами контролируете свой разум. Реально. Прямо вспомните про это. Очень важно просто, чтобы кто-то иногда об этом напомнил. Так. Звук пропадает. Очень важные вещи сейчас говорю. Сейчас без паники. Так. Не ставим сердечки. Я слышу вас, что звук пропадает. Висит. Давайте, может быть, перезапустимся. Вы знаете, всегда хочу комментарий написать, например, что я вас слышу. Сердечки пошли. Говорят, не ставить, а ставить сердечки. Но мы на прошлом эфире поняли, что это вредители. Звук пропадает. Так. Пытаюсь написать комментарий. Все нормально сейчас? Перезашли? Помогло, да? Ну, попробуйте. Если что, машите руками. Давайте. Да, я вижу, мы уже вышли в топ эфиров, потому что очень важная тема для всех. Звук есть. Танцы будут. Не нужно. Где танцы? Не нужно. Так, ну что? Все, да? Спасибо. Есть звук. Продолжаем. Про способ. Третий, который я говорила. Про страхи, что очень помогает, да? Может быть, сначала начать, да? Если вы не слышали. Или продолжаем. Про то, что я сам контролирую свой разум. Вы всему сами даете развитие любой ситуации. Повторюсь, да? Кто еще, ну, кто только что присоединился, потому что мы вышли в топ. И появился звук. Смотрите, я сам контролирую свой разум. Вы даете сами всему развитие. Хорошая мысль пришла в голову, вы даете развитие. Плохая мысль пришла в голову, вы тоже даете развитие. Но зачастую, зачастую вы даете развитие плохой мысли. Про отпуск приводила пример, да? Никто не говорит о том, что, я уже говорила, да? Восемь раз, двенадцать или двадцать раз бы съездить в отпуск, вот было бы здорово. И уже представляешь себе, как это все происходит. Зачастую мы думаем, что, господи, уже восемь лет не ездил в отпуск с семьей. И вообще себе домой ничего не покупал. Получится ли в этом году? Вряд ли. Потому что... И поехали. Фантазия богатая. Но фантазию свою используйте все-таки в положительном русле. Это и есть тот момент, когда вы извлекаете вот это все. Вы в это верите. И это приходит. Мы уже обсуждали раньше, что как придет абсолютно вам не важно. Главное, чтобы... Вот мне абсолютно не важно, откуда у меня появится Мерседес. Подарят мне его, выиграю его, сама заработаю. Еще как-то. Главное, во благо всем, чтобы от этого никто не пострадал. И чтобы у меня он был. Как придет? Поэтому без разницы. Точно так же. Такое очень полезное. Возвращаемся к этому методу. К методу «Я сам контролирую свой разум». Отловите этот момент, когда вы подумали о чем-то таком страшном. Да, и вы боитесь чего-то. Прямо отловите. И поймите, что это вообще-то вы контролируете свой разум. Не он вами. Вы главный объект. Рукой я своей сама шевелю, я контролирую ее, да. Выключить, включить, эфир прямой отключить или там перезапуститься, да, из-за того, что там звук пропадает, тоже разум не говорит. Но я принимаю решение, да, с учетом ваших комментариев. Так же сознание, оно тренируется, как пресс, да, пресс. Мы тренируем, у нас появляются кубики. Не тренируем, кубики не появляются. Тренируем разум. У нас получается бороться со страхами. Получается переключить свое сознание. Не тренируем, сознание овладевает нами. Все, мы погрязли в нем. Иногда просто полезно сказать «стоп», вот просто «стоп», остановитесь. Сознание, это важно понимать, что это такая часть наша, как руки, ноги там и так далее. Та часть, которая точно так же подчиняется нам. И ей можно управлять. Тоже очень важный момент. Но здесь тоже, знаете, непросто это сделать, я согласна. Вот правда, непросто. Но каждый раз, вот как с мопедом я приводила пример, да, каждый раз своими действиями... Прошу прощения. Каждый раз своими действиями ты тренируешь как раз. Поэтому тренировка такая важна. Давайте я немножко поотвечаю на ваши вопросы. А то вдруг придется переключиться, и вопросы пропадут. Боюсь собак, особенно больших. Ну, возможно, вас кусали, или вы себе представляете, да. Смотрите, это страх обоснованный, объективный, о чем мы говорили в начале эфира. Эфир сохранится, можете посмотреть, кто недавно присоединился в повторе. Да, объективный. Поэтому, если есть возможность обойти эту собаку каким-то другим путем, пожалуйста. Все в голове у нас, действительно. Но такая фраза заезженная, согласитесь. Мне лично уже даже вот эта фраза, мне не нравится. Все в голове. Все в голове. Но ни о чем она не говорит. Важно разобраться. Почему вот в игре «Привет вселенная» я тоже разобралась. Что такое мысли материальные? Все мысли материальные. И что? Что мне с этим делать? Да? Хочется же как-то реально привлечь в свою жизнь желание, чтобы оно исполнилось. Поэтому я докопалась до вот этой истины, разработала для себя вот эту схему. И в итоге так случилось, что я, когда выходила и рассказывала в прямых эфирах об этом, люди спрашивали у всех свои желания. И вот так вот, когда одновременно тысячи людей смотрят эфиры, каждому не можешь помочь. Поэтому появилась игра «Привет вселенная», где в WhatsApp я с каждым индивидуально все это прорабатываю. Но эфир как бы у нас один общий. Чаты разные, общения индивидуальные. Вот. Поэтому важно не просто понимать, что все у нас в голове. Важно разобраться с этим. Если это страх, то вот, пожалуйста, три способа, которые я вам сегодня рассказала, о которых пробуйте, делайте. Возможно, какой-то отклик у вас от какого-то действия получится. И вот люди, которые в игре, каждый для себя выбрали способ. И сейчас у них гораздо меньше страхов. Я не говорю, и это будет неправильно и нечестно, если я скажу, что все страхи у нас ушли. Да нет, я сама иногда бывает, я живой человек, и я тоже тренирую свое сознание. Но сейчас у меня сознание тренированное, допустим, как пресс, и только появляется силуэт, да, до кубиков мы еще не дошли со своим разумом. Но, тем не менее, я контролирую, ловлю, улавливаю. И точно так же делают участники игры, те, кто подписчики мои, да, в каждый эфир мы что-то новое для себя принимаем, понимаем. Да, я прошу прощения вот тем, кто недавно присоединился, скажу, что я немножко горло простыло, привалело, откажливаюсь. Так, читаю вопросы. Так, я холодная, как стать теплой? Вы очень теплый и нежный человек, хочу так же. Ну, значит, у вас причина есть быть холодной на самом деле. Что-то, возможно, у вас случилось, кто-то обманул, да, и мы вот так вот закрываемся в себе. Очень важно верить людям, не закрываться, потому что миллиард миллионов людей разных. И почему вы думаете, что если Петя вот такой, то Вася будет таким же? Может быть, Вася будет еще хуже, да? Вы не знаете, какой он будет, а может, лучше. Дайте шанс Васе показать, какой он есть. Просто дайте шанс Васе показать, какой он есть. Не нужно судить его ни по кому. Вот отсюда появляется доверие, отсюда вы будете теплой, нежной и так далее. Доверять не говорю, что нужно этому Васе. Не доверять тоже не говорю. Опять же, делюсь, да, своим опытом. Я смогла доверить Антону, тому мужчине, с которым мы живем сейчас уже 5 лет, после просто тяжелейшего развода, о котором я рассказывала. Просто для новеньких скажу, что у меня он был 2 года, муж украл ребенка, он бывший полицейский, и на меня заводили уголовное дело, и пытались обвинить в том, что я наркоманка, подсыпали в кофе, я вовремя это все увидела. Ну, в общем, просто лишить женщину материнских прав можно, если либо она наркоманка, либо она алкашка, либо у нее есть судимость. Вот это все попробовал сотворить со мной мой бывший муж, чтобы наказать меня за то, что я ушла от него. Два года все это продолжалось. В этот момент я пыталась устроиться, исполнить свою мечту. Я всегда хотела стать телеведущей. Именно в этот момент он и мечты сказал, я тебя лишу, ты станешь никем. Просто я ушла от него. Не стала терпеть весь тот ужас, который у нас случился в семейной жизни. Несмотря на это, я доверилась человеку, который пришел ко мне. Я просто дала ему шанс. Да, имея такой опыт, я уже много что понимаю, вижу, наблюдаю, да, но я полностью доверилась и дала шанс человеку, и он его оправдал, и он мне помог выйти из этой ситуации, мы с ним вместе и так далее. Поэтому вот так стать можно теплой, нежной, и просто дать человеку шанс думать и так далее. Мечта о новой работе сейчас там, на стажировке, как избавиться от страха, что не возьмут. Ну вот рассказывала три метода. Прям прослушайте еще раз эфир, как раз про работу говорила. Лиля, солнышко, лень, по-твоему, что такое? Завуалированный страх? Лень – это вообще такой индикатор нашей мотивации. Вот лень – это реально, я так понимаю, индикатор нашей мотивации. Худеешь ты, допустим, да, тема такая вообще отдельного эфира требует. Но есть тоже что сказать по этому поводу. Давно уже собираюсь с эфир про интуитивное питание, про тренировки сделать. Тоже это, что мне помогает сохранять себя в форме. Потому что у меня есть склонности, если я могу… Ну, не об этом сейчас, сделаю эфир как-нибудь. Обязательно. Поэтому лень – это такой, я называю, индикатор к тому, к твоему желанию. Ты можешь ориентироваться. Если ты что-то не делаешь, значит, тебе это не надо. Реально не надо. Реально не надо. Если мне нужно было забрать своего ребенка, потому что я не могу, как ребенок будет без матери, как ребенку врут, что мамы нет, что она его бросила. Это моему ребенку единственному на данный момент портит психику. Я просто не могу позволить себе это. Я поэтому взяла силы, у меня нашлось все. Все. И силы, и желания, и я добилась этого, я сделала этого. И сейчас другим женщинам помогаю вернуть вот эту, да, вот веру в себя и так далее, что получится. Получится однозначно. Поэтому вот здесь индикатор – вот такой вот ваш страх. И если вы там худеете, да, и не идете в спортзал, ну, значит, вы не хотите. Значит, вы не хотите. Оставайтесь такой, какой есть. Все. Если реально вам надо, вы прям пойдете. Но еще очень важно, опять же, действия подключать. Помните, третий способ, про который я говорила? Действия. Подключайте. Просто сумку собрали. Иногда зачастую, правда, мы не идем в спортзал, лень сумку собрать. Просто тебе не нужно сейчас никуда ехать, напрягаться, качать пресс. Тебе просто нужно собрать сумку. Положи, возьми кроссовку, в кроссовке сумку, там, полотенце, я не знаю, шампуни, майки, штаны. И застегни сумку, и вот положи возле входа. Ты можешь это сделать? Можешь. Ничего сложного в этом нет. Качать пресс тебя тут не составляет. Поэтому, когда ты соберешь эту сумку, поверь мне, ты уже наденешь кроссовки и просто выйдешь из дома. И когда ты уже будешь в зале, зачастую так происходит, ты думаешь, блин, какое классное, я пришел. Поэтому нам не лень тренироваться. Нам лень просто сумку собрать. И это касается любого дела. Вот любой пример приведите, его можно так разобрать. Не только там похудение и так далее. По ошибке взяла мужской дезодорант. На тот момент я была одна. После этого у меня появился молодой человек. Видите как? Это был мощный заряд. Вот как это происходит? Вы берете дезодорант какой-то, взяли, приходите домой и понимаете, мужской. Кстати, такой важный момент, когда есть такое чувство, когда что-то происходит, вы делаете так. Узнали что-то и так делаете. Вот это, вы вдыхаете в себя. Очень важно вот этого вот, ну как бы, хорошо, когда это впечатление приятное. Вы это прям раз и в себя как бы взяли, да. И когда вы вот этот дезодорант мужской взяли, у вас настолько был импульс мужчины, да, образ. И вообще это дезодорант, это вообще-то интимная часть какая-то, да, там это вот тело и так далее. Понимаете, что у вас вот этот импульс произошел и возможно многие сейчас будут говорить, что это там совпадение и так далее. Но зачастую это так и работает. Правда. Вот так и работает. Я это не придумала. Это закон притяжения. В тысячный раз повторяю, что закон тяготения. Если ты прыгнешь с балкона, ты упадешь. Я уже, ну, подписчики уже сто раз это слышали. Ну, правда, это так работает. И если ты не веришь в этот закон тяготения, ты не застрянешь в воздухе, да, вот так вот не зафиксируешься, ты все равно шмякнешься. Потому что этот закон работает. Вот. Поэтому, да, я в это все верю. И, кстати, в игре «Привет вселенная» как раз мы говорим же про действия пререальные. И вот там вот есть такие секретики, что важно делать, чтобы поймать. Трудно что-то представить, мои хорошие. Я вас понимаю, мне самой, да, там раньше было трудно вот просто представить. И это меньше поможет, чем вы что-то сделаете реального. Поэтому вот опять же в игре, в этой мы делаем реальные действия, к тому, чтобы проще было представить. Умею предвидеть опасности всегда сбываются. Опасности? Опасности, видите, опасности и получается. Ну, либо вы их обходите, да. Так, дальше что? Как попасть на игру, в каких ситуациях? На игру у меня ссылка в шапке профиля там есть. В каких ситуациях контролировать себя? Вообще себя полезно контролировать во всех ситуациях, я считаю. Во всех абсолютно. Контроль важен. Так, дальше. Ой, сколько лишних слов. Страх возврата, что не успеваю, что у подруг уже есть то, что важно для женщины в этом возрасте, а у меня нет, да. Что я не успела и все, все уходит. Это очень важный. Спасибо вам за вопрос. Это так важно. Потому что мы так часто фокусируемся на каких-то чужих желаниях. На подругах. Мы думаем про подруг. Вместо того, чтобы подумать о себе. Правда. Это так важно. Это, вот видите, я несколько способов, да. Я вот честно делюсь своими мыслями. Вот я точно так же, мы вот с мужем разговариваем. Каждый день. С тем, кто вот пришел, да, Антон. Я же просила простого после такого замужества, о котором я вот сейчас рассказала. Я просила простого, обычного, доброго парня, который просто меня любит. Денег там не было. И пришел именно такой. Все нормально, парень. Да, ну, он не был там каким-то бизнесменом, крутым там, магнатом, я не знаю. Но вот так вот мы с ним разговаривали, привлекали свою жизнь. Сейчас у него бизнес, сейчас у него все прекрасно. И у нас, да. Ну, то есть, все мы потом в нашу жизнь, ну, как набираем, да, вопрос. Вот он про, девушка писала, что вот у других так. На себе сосредоточьтесь. На себе. И реально на том, что хотите. Хотите мужчину, желайте мужчину, а не мешок с деньгами. Потом, когда придет настоящий мужчина, которого вы хотели, просили, любящего, да, потом уже с ним вместе желайте путешествий, детей, семью там, да, и так далее. Если он любящий, тот, кого вы просили, у вас все получится с ним. И это все-таки любовь ключевой момент в семье, я так считаю. Деньги, да, очень важны, как я говорю. Не главное, но они очень важны, да. Вот, поэтому сосредоточьтесь на себе, на той машине, которую вы хотите, а не на той, которую купил ваш сосед, или ваш коллега по работе, или еще кто-то. То есть важно понять, какую машину ты хочешь. Я говорила, у нас в игре тоже девушка загадывала машину, и потом в итоге, на последнем эфире, когда мы уже все проработали с ней, она говорит, слушай, а машину-то зачем я хочу машину? Я вообще же сейчас, ну, хотела путешествовать, и моя жизнь связана с туризмом, мне зачем машина нужна? Ее прям осенило, я говорю, Свет, ну, я могла тебе в этом сказать, но важно было уже, что ты сама это поняла. И очень хорошо, что ты поняла это. В себе разобраться очень важно. Как только ты в себе разбираешься, ты получаешь то, что ты хочешь. Участвовала в игре, жизнь стала намного лучше, моя мотивация, за что тебе очень благодарна. Я очень благодарна вам за то, что, ну, да, понятно, что это нужно вам, вы же подключаетесь, я же не привязываю вас к телефону, да, и слушайте меня. Конечно, это ваш отвлек, но мне очень приятно за ваши отзывы. Я вам очень благодарна, что вы даете мне эту обратную связь, потому что мне это тоже дает силы, я в это тоже, как и вы, еще больше верю. Потому что все мы люди, и иногда приходят какие-то моменты, когда что-то расстраивает нас, мы же все живые, это нормальная ситуация. Я не знаю таких людей, которые вообще не расстраиваются, здоровых людей, да. Поэтому я вам очень благодарна за обратную связь. Люди странные пишут. Люди странные есть в этом мире, они везде, вокруг нас. Если мы вышли в эфир, они пишут. Если мы вышли на улицу, есть тоже, скорее всего, гарантия того, что они попадутся к нам. В очереди стоим. Из 20 человек по-любому кто-то там странный. Поэтому мы не обсуждаем их, это нормально, пускай будут. Вот, поэтому это как мысли. Есть позитивные, есть негативные. И мы тренируем сами свое сознание и контролируем общество вокруг себя тоже, слава Богу, сами. Поэтому мы не заостряем на них внимания. Про интуитивное питание расскажу, да, сделаю следующий эфир. Если дала шанс, а он очень скоро продолжил. Друзья, один как один первый раз. Что-то я не уловила. Так, дальше. Странные люди. Я вовсе закрылась от всех, и реально, ты права, ничего не хочется. Если захотелось, просто невыполнимо и не только из-за лени. Риторический, не риторический, а очень такой философский вопрос. Лучше вот, если хотите, какой-то ответ услышать, прям конкретно задавайте на примере на своем. С удовольствием отвечу. Смотрю эфиры, как батарейка, заряжаешь позитивом, хорошим настроением. Я очень рада, что вы заряжаетесь от меня. Берите, используйте меня по полной. Мне 32 года. Лиля, хочу квартиру, как зарядить себя. Я из тех, кто просыпается с любимым мужем, но не в своей квартире. Ну, лучше, чем просыпаться в своей квартире, но с чужим мужем. Так, посчитали с мужем наш доход и не можем накопить на нее. Подключите все варианты. И копите, и принимайте этот факт, что вы скоро переселитесь в свою квартиру. Однозначно. Просто начните с того, что выберите ту квартиру, которую вы реально хотите. Вот прям нет никаких ограничений. Вот реально квартиру, которую вы хотите. Подумайте лучше над тем, в каком районе вы хотите жить. Только реально, опять же. Отбросьте все советы, все какие-то ваши возможные раньше думки какие-то по этому поводу. Просто вот сядьте, и сначала вам будет так классно, поверьте, когда вы это будете делать. Вы будете излучать как раз те мысли, которые притянут к вам эту квартиру. Не забудьте про знаки, про варианты, про события, которые будут приходить в вашу жизнь после вот такого. Говорить можно, опять же, очень много, долго. Вот хотя бы с этого начните. Наткнулась на варианты, ой, на ответы странных людей. Смешно аж стало. Так, вот, поэтому важно начать. Как перестать накручивать себя с ситуациями, а вдруг кто, а вдруг это случится? В начале эфира рассказала. Послушайте, там, три целых варианта. Так, всем здравствуйте. Да зачем их блокировать? Их не... Вот понимаете, вот объясню. Блокируйте сразу негативщиков. Вот тех, которые пишут. Я уже сказала, как и что тут, да, что мир не без странных людей, они по кругу, в очереди с тобой стоят, на улице ты выйдешь, еще где-то, в эфир ты выйдешь. Зачем? Когда ты их блокируешь, ты на них фокусируешься, на этом всем негативе. Когда ты это пропускаешь, мимо, да, уворачиваешься, в тебя летит какая-нибудь какашка, ты отвернулся, увернулся от нее, и она мимо пролетела. Все, а тому же неинтересно в тебя кидать, потому что ты вот такой весь увернулся, и ты вообще думаешь о позитивном, и уже общаешься с другим человеком. Игнор. Да, игнор это не тогда, когда ты... Я пять дней за вами бежал, чтобы сказать, что вы мне неинтересны. Игнор это когда полный игнор, понимаете, когда ты увернулся. Поэтому никого я не блокирую, они вот, как я говорю, проперделись тут вот, да, и ради бога, и пошли пердеть в другом эфире. Простите за такие словечки, но по-другому не скажешь. В Хабаровск я приеду 3 декабря на один день. Если честно, приеду, меня пригласили, рекламная компания будет в стоматологической клинике «Люмьер», пошла реклама, да. Просто приеду на один день, я, правда, с ними уже 5 лет, и они вот прям попросили, прям вот хотят-хотят, и вот я приеду. Так, ну у нас эфир про страхи, про мотивацию, поэтому не будем застрять на этом внимании. Так, игра, я играла в сентябре, в ноябре купила квартиру, вас таких очень много. Давно что-то кто-то на новоселье не звал меня, пригласите на новоселье, хочу порадоваться за вас. Потому что был момент, когда я прям день за днём ходила на новоселье, в ваши квартиры, в новые. И вы вот с такими глазами говорили, Лиля, это невозможно, это невозможно, это невозможно, я не верю. Они уже в квартире, то есть квартира пришла раньше, чем они в это поверили, потому что правильные техники выполняли, потому что действия правильные, да, были и так далее. Так, игра, Лиля тоже, спасибо. Так, есть контроль отпускать на самотёк не стоит, ну смотря что, что-то можно отпустить на самотёк. Вот лучше бы страхи так отпускали, да, отпустила, чем какие-то важные ситуации. Не знаю, что со мной такое, накручиваю себя сильно, придумываю какую-то ерунду, и ко мне приходит. Я не могу избавиться от плохих мыслях. Говорила способы прослушать эфир, возможно, вы недавно подключились. Вот в этом эфире будет. Так, страх, что не успеваешь родить, что с ним делать. Это такой же страх, как любой другой. Родить ты не можешь, собеседование боишься пройти, познакомиться с кем-то. Боишься, что ты не можешь найти своё призвание в жизни, и так и не сможешь понять. Любой страх, он, вот это одно и то же. Борьба с любым страхом, вот одинаковая. Вот эти хотя бы минимум три способа, которые сказала, я специально не стала... Во-первых, это перегруз информации, да, говорить, говорить, говорить в один, второй, пятый, десятый способ. Даже один могла бы сказать, да, просто вот поделиться, и попробовали бы вы его сделать. Ну, тут целых три на выбор. Мысли материальные играли в сентябре, в октябре уже начали меняться. Однозначно, сначала меняетесь вы, потом меняется всё вокруг. Когда мне муж говорит, что ты не... Что ты мне паришь про вселенную, а я, Лиля, мужу говорю, когда проезжай мимо рекламной вывески ТНТ с твоим изображением, смотри, куда приводят мечты. У меня аж мурашки, спасибо вам. Захотелось, Лиля, сильно и добилась. Да, спасибо вам большое тоже за отзывы, за ваши такие. Мне тоже важно смотреть на свои успехи, на свою квартиру, на свою машину, на свою работу, да, на то, чем я занимаюсь, то, что меня окружает, чтобы верить и продолжать дальше привлекать. И если у вас что-то... Мира для нас кажется недосягаемой, да, потому что мы не верим, как это всё может прийти в нашу жизнь. Важно что-то. Поэтому если у вас что-то получилось, вы можете это использовать как предмет притяжения. Один раз же получилось, и вы чувствуете, чувства у вас вот такие, вот точно такие же чувства перекладываете там на то, что вы сейчас хотите, и верьте. Ну, как бы так проще, тоже как один из способов. Ну, вот опять же, в эфире, вот отвечая на ваши вопросы, сумбурно, да, где-то перескакиваем. Почему людям нравится игра «Привет, Селена», потому что там всё по полочкам. Всё очень понятно. И 14 дней она идёт, конечно, не час эфира. У нас осталось буквально 5 минут, и эфир закончится. «Расскажите подробнее, как с Антоном стали успешными?» Думаю, какие советы нужны многим, у меня такой же он, любимый, да, с деньгами вопросы. Наверное, нужно будет сделать отдельный эфир, да, я обещала про интуитивное питание, про любовь, про деньги. Про деньги был уже эфир, но его периодически можно повторять. Сделаю. Так, подвисает у меня, что делать? Так, я обливаю глаза керосином. Господи, это как раз тот странный человек. Ну, конечно, он странный, если он обливает глаза керосином. Так, случайно прочитала. Мужчина должен быть ещё любимым, не только любящим. Конечно, конечно, это не обсуждается, естественно. Так, ну давайте ещё парочку вопросов. «Любишь Ольгу Бузову?» Это вопрос или утверждение? Так, ты… Так, 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 так. Как же интуиция? Про интуицию тоже, кстати, говорила. Это очень важно. Интуиция, но тут такая тоже тонкая-тонкая грань со страхом. Голос совсем что-то подсаживается. Интуиция, страх – такая тоже очень тонкая грань. Мы можем чего-то бояться и думать, что это интуиция. И наоборот. Сразу так не отвечу, потому что остаётся очень мало времени, а я не люблю оставлять вопросы незаконченными. Так, Лиля, отключи комменты. Ну, вот как раз сейчас уже читаю ваши вопросы, не могу. Ну, давайте, наверное, пожелаем друг другу всего хорошего. Эфир сохранится однозначно. Много вопросов. И время уже заканчивается. Боюсь просто, что всё прервётся. Вот, прочитала крайний комментарий, что участвовала в игре, загадала любимую работу, сейчас на ней. Вот на этой позитивной ноте давайте заканчивать. Спасибо вам большое, что были со мной. Прошу прощения за то, что постоянно кашляла. Но очень рада, что всё-таки голос появился. Я вчера прям настраивалась на это. Очень хотела выйти, не хотела откладывать. Я очень вас люблю. Всё будет хорошо, правда. Я хочу сказать вот такую вещь. Чтобы вы это запомнили. Что у каждого, у каждого человека абсолютно у меня, у вас свои какие-то заморочки. Вы не одни. Всё хорошо. Со всем мы справимся. Подключаем позитивное сознание.